МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня в выпуске. Мониторинг вузов. Детали оптимизировать или реорганизовать. В Москве обсудили судьбу неэффективных вузов. Художники от образования, учителя столичных школ составят портрет современного родителя. В проекте медиакарта Высшей школы России. Корреспонденты СФУ об истории телевидения. Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов объявил выговор нескольким ректорам московских вузов. Тем, кто не повысил зарплаты преподавателям. Несмотря на то, что средства на это выделялись. Об этом сообщает официальный сайт Миноборнауки. Цитата. Такие цифры, как 28-33 тысяч за сентябрь, это позор. Учителя в московских школах получают 65 тысяч рублей. Низкие показатели в вузах связаны исключительно с недостаточным уровнем работы руководства. Конец цитаты. В ближайшее время ректоры вузов, которым был объявлен выговор, должны предоставить объяснение по поводу этой ситуации. А также рассказать о том, когда и как они все исправят. Примерно о том же, как все исправят, говорили в агентстве Тартас. Здесь состоялось заседание межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений. О том, как решалась судьба вузов, рассказывает Ольга Афонина. Как и ожидалось, в ходе обсуждения итогов мониторинга вспыхнули настоящие дебаты. Камнем преткновения стали даже названия сформированных групп вузов. Во время заседания участники приняли решение переименовать вторую группу вузов в образовательные учреждения, нуждающиеся в оптимизации деятельности. То есть убрать определение неэффективное. Мы сейчас фактически заклеймим на всю страну более сотни вузов. Мы этого пока, слава богу, не сделали, пока говорилось лишь о предварительном. Вот, это первый момент. И второй момент, о котором бы я хотел сказать. В материалах к нашему сегодняшнему заседанию указывается дальнейший алгоритм действий по каждой из этих групп. И в частности, по третьей группе предполагается незамедлительно его последующая реорганизация. Все здесь собравшиеся отлично знают, что существуют серьезные системные разногласия в критериях оценки. Далеко не все собравшиеся здесь разделяют эти критерии, далеко не вся высшая школа и специалисты эти критерии разделяют. Вместе с тем, участники согласились, что не названия важны, а дальнейшая судьба вузов и их студентов. Дмитрий Ливанов в очередной раз заверил, что студентов реорганизованных вузов и филиалов переведут в другие университеты. Оплата обучения для них не изменится. Главные споры возникли, когда комиссия перешла к обсуждению вузов, по которым еще не принято решение. Эти вузы и филиалы приведены в таблице 4, в приложении 4, к материалам нашего заседания. И по ним нам предстоит принять решение сегодня по каждому из этих вузов или филиалов. Данные вузы решили распределить по трем сформированным группам путем открытого голосования. Подобное решение пришлось принимать в отношении Российского государственного гуманитарного университета. Несмотря на все доводы, включая и мнение ректора МГУ Виктора Садовничева, РГГУ решили отнести ко второй группе вузов. Однако еще не время унывать, отметили участники. Вторая группа даже привлекательна первой. Таким университетам будет оказана поддержка со стороны государства для повышения качества работы. Ольга Афонина, Никита Филимонов, Телеканал Просвещение. Учителя столичных школ составят портрет современного родителя. Об этом сообщает Департамент образования Москвы. Для этого в электронных журналах школ создадут экспресс-опрос. Педагоги ответят на 8 вопросов. Им предстоит оценить участие родителей в жизни школы и класса, указать, часто ли родители открывают электронный дневник, а также рассказать о том, как родители помогают классным руководителям. Результаты будут подводить через месяц. То есть к Новому году электронный портрет уже будет готов. Итоги исследования опубликуют на сайте каждой школы. О том, что происходит в жизни высшей школы на территории страны, нам рассказывают участники проекта телеканала Просвещение «Медиакарта высшей школы России». Внимание, Красноярску. Там празднуют юбилей. Местному телевидению исполнилось 55, а краевому радио 85 лет. Корреспонденты студенческого телевидения Сибирского федерального университета изучали историю собственной профессии. По моим ощущениям, вот это происходило где-то здесь. Начало нашего регулярного радиовещания в Красноярске. Ветеран краевого радио Ольга Зорина рассказывает, здесь, в Слободе весны под Копыловским мостом, техники-радиолюбители в 1927 году организовали радио. Потом они переехали в клуб имени Карла Липхнехта, народе известный как «Карлуша». Клуб снесли перед строительством моста. А радищики переехали в кафедральный собор. После того, как его взорвали, радиокомендент переехал сюда, в костел, ныне известный красноярцам как «Органный зал». Со слов ветеранов, акустика была отличная, а вот теснота обидная. Я особенно не слышала от того поколения, которое работало, начинало свою радиальную жизнь вот здесь, в костеле, я не слышала сожалений. В нашем радиодоме они как раз эти времена ностальгически не вспоминали. Значит, очень уютно оказалось в радиодоме. Новая обитель радио – дом на Мечниково. Здесь Ольга Зорина начала свою карьеру радищика. Вот если так вот ставим, да, то два крыла у нашего радиодома. Вот это крыло политическое, а вот это крыло художественное. А по центру студия. Радиодом – это целая эпоха. Вот представить себе, как в 63-м году, это после тесного костела, где, как вспоминает опять же та же Шелученко, они сидели друг на друге, они вот получили весь этот огромный дом. Это же огромный радиодом. На 60 человек такой дом. В юбилейные дни кафедры журналистики СФУ презентуют книгу Ольги Зориной «Краевое телевидение и радио. Очень личная история». В ней интервью с ветеранами журналистики, которые провели студенты третьего курса. «А самое главное, почему история и получилась очень личной, воспоминания о краевом телевидении, диагноз КГТРК, и краевом радио», говорит Красноярск. Автор рассказывается, чем жили, о чем переживали и к чему стремились журналисты советской школы. Ольга Анатольевна воплотила завет своих наставников с факультета журналистики МГУ, которые провожали ее в Сибирь, написать книгу. Книга получилась, что называется, нетипичная. Вроде бы и учебник, но написанная очень публицистично. «Для журналистов, которые приходят, которые учатся у нас, которые приходят в наш институт, в СФУ, очень важно знать историю. И знать историю не вообще радио, не вообще телевидения, а знать историю нашего родного радио, нашего родного телевидения, нашей родной журналистики. То есть на той территории, на которой они родились и на которой они живут». Часть тиража подарили ветеранам журналистики. На презентацию книги пришли коллеги Ольги Зориной. У каждого за плечами своя личная история. Очередная точка на карте – Екатеринбург. Выпускница Уральского государственного горного университета выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу, проходивший в Пуэрто-Рико. Она соревновалась в весовой категории до 72 килограммов и побила мировой рекорд. Подробности в репортаже корреспондентов Уральского государственного горного университета. В Екатеринбург из Пуэрто-Рико вернулась выпускница горного университета Юлия Медведева. Восьмой раз она подтвердила статус самой сильной девушки мира. Соревнования были, наверное, одни из самых сложных, если касается чемпионата мира. Так как было пять лидеров, пять соперниц, которые были чемпионом того года, чемпионом мира, каких-то предыдущих лет. По сумме упражнений – приседания, жимштанги и становая тяга – спортсменке покорились 617 килограммов. По ходу турнира она значительно проигрывала своей сопернице из Бразилии, но в последнем подходе ей все же удалось вырвать победу. Решающая тяга идет. То есть на тяге у меня она была потянула 222 килограмма. Это слабое мое упражнение, пальцы не держат, потому что короткие штанга под мои пальцы, она широкая. У нас не различается женский гриф, мужской у нас один на всех. Тягу тяну. Я не знаю, каким чудом я его держала, потому что она обычно у него падает. И тут все объявляю, что вес взят. Это вообще-то у меня прямо кричало на мосте, прыгало на тренера. Есть фотки в интернете. Казалось бы, соревнования только завершились, но в планах уже подготовка к всемирным играм. Они, подобно олимпийским, проходят раз в 4 года. Не исключено, что в следующем году в Колумбии Юля установит новый рекорд. Наталья Трофимова, Артем Аверкиев, Горная Вести. Международный фестиваль в ГИК стартовал в 10 городах России. Ежегодно молодые режиссеры, актеры и операторы представляют вниманию зрителей свои курсовые и дипломные работы. В этом году зрители увидят 24 короткометражных фильма. В Челябинске работы оценивают студенты факультета журналистики Южноуральского государственного университета. Самые лучшие рецензии будут опубликованы на сайте фестиваля. В конце каждого дня путем голосования студенты выбирают самую интересную картину. Результаты объявят на закрытии фестиваля студенческого кино 24 ноября в Москве. По итогам первого дня лучшим фильмом, по мнению студентов журфака, стала творческая работа Ивана Шахназарова «Авторский метод». Мир науки, образование и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова